Итак, отвечаю на вопросы. Тут у меня подсказочка небольшая. Так, Наташа, 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 у вас был такой вопрос. Вы спрашиваете, как моя мама, пожилой человек, да, вот сдала экзамен на гражданство, потому что у вас тоже мама здесь в Америке, и она в перспективе тоже должна этот экзамен сдавать. Но я, может быть, уже это рассказывала, где-то упоминала. Конечно, эту информацию в моих видео поймать очень трудно где-то это выловить, да? Но всё на самом деле очень просто, не так уж всё и сложно. Эту информацию даже можно и в интернете найти. Но поскольку мы через это проходили, я делюсь с вами этой информацией. Пожилой человек, особенно человек после 65 лет, старше 65, да, особенно, как я говорю, но есть случаи, что и младше 65 пользуются этой методикой. Ну, не может он выучить английский, да? Уже пожилой человек, трудно ему выучить английский. И тогда есть выход из ситуации. Например, этот человек должен получить форму Н-648. Эта форма Н-Натали-648, она прикладывается к тому аппликейшену, к той анкете, которую вы подаёте на гражданство. Ну, там пакет документов, и вот эту форму вы тоже прилагаете. Но эту-то форму нужно получить от доктора. Это форма освобождения от экзамена. Освобождение. Для того, чтобы получить эту форму, нужно посещать, посещать, планомерно посещать психотерапию и психологист. Вот два специалиста, которые наблюдают вас в течение, может быть, года или полутора лет. Выходите на приём к психотерапевту. Выходите... Это, ну, как бы бывает раз в неделю, бывает раз в две недели выходите в течение года. Раз в месяц или раз, там, в полтора-два месяца, в зависимости, к какому врачу вы попадёте, вы ходите на приём к психологу. Как бы психолог основной, который подписывает эту форму. А психотерапевт – это как поддерживающая психотерапия, и он заполняет эту форму, этот специалист. Обычно, обычно. Ну, врач-психолог, конечно, проверяет эту форму, подписывает, не подписывает. Это уже, как бы, детали, да. То есть, вашей маме тоже нужно найти подходящих, ну, как бы, специалистов, которые будут её вести в течение года, когда она получит хорошую вот эту форму. Это считается, получить эту форму – это очень хорошо. Должен эту форму проверить лоер. Вы должны найти лоера. Есть даже лоеры для пожилых людей, бесплатные. Я не знаю, где вы живёте. Если вы живёте здесь, в Нью-Йорке, то в Манхэттене есть такая группа лоеров, которые обслуживают пожилых, малоимущих людей бесплатно. Мы нашли такого лоера. Она проверила эту форму. Говорит, да, форма хорошо оформлена. Вот, потому что бывают, знаете, как формы врач не очень хорошо что-то там как-то заполняет, и иммиграционным службам не нравится запись. У нас форма получилась хорошая. Вот, но мама всё равно ездила на собеседование. Экзамена она не сдавала. Она ездила с лоером вот с этим бесплатным. Она, этот лоер, была и переводчиком. По-английски мама, естественно, хоть она и знает несколько слов там, даже приветствие какое-то нельзя. Ну, там лоер должна научить, как себя вести правильно на собеседовании. Вот. И маму просто спросили, ваше имя, ваше отчество там, ну, какие-то вот такие данные, знаете, может быть, адрес, вот какие-то по анкете данные, и всё. И сказали, вы свободны, всё нормально, у вас гражданство будет. Потом через некоторое время её уже позвали на присягу. Было у меня видео, где мы были на присяге и вручили сертификат о гражданстве. То есть вы поняли, да, принцип как бы. Единственное, что вам надо, может быть, поговорить с людьми, найти, ну, подходящего специалиста, который уже гарантированно сделает вам этот документ. Вот и всё. Следующий вопрос. Вика, Вика, вы спрашивали про работу массажистов здесь в Нью-Йорке. Востребована ли эта работа? И вообще как, что и как? Знаете, что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, я работу массажиста хотела бы разделить как бы на три вида. Массажистом человек может работать в каком-то медицинском офисе, офисе, там, где кабинет физио, физиокабинет, да, физиопроцедуры, массаж, но как обычно. Здесь то же самое у нас. Второй вариант. Ты можешь работать где-нибудь в массажном салоне, просто такое делать. Вот у нас даже салоны там, где, например... Кстати, очень много у нас китайских салонов, и они, конечно, конкурируют по страшной силе, потому что, знаете, как китайцы такие трудолюбивые, они бьют все рекорды по стоимости и по содержанию, так скажем. То есть вы можете работать массажистом в таком вот салоне. И третий вариант. Вы можете принимать у себя на дому людей. Людей. Ну, это вариант, я думаю, самый нехороший вариант, последний. Но для того, чтобы вы работали массажистом, вам, естественно, надо получить лайсенс. Для, допустим, в медицинском офисе там свои требования. Как этот лайсенс получить? Не знаю. Где его получить? Не знаю. С этим не касалось и не интересовалось даже. Там свои требования. Например, расслабляющий массаж какой-то в массажном салоне, просто в салоне, в спа в каком-нибудь. Там свои требования. Но там тоже везде эти лайсенсы. Приходишь к любому специалисту, начиная маникюра, стрижки, чего угодно, всегда на стене висит в рамке вот этот лайсенс. Его обновляют. Там каждые, может быть, три года, я не знаю, обновляют этот лайсенс. Смотришь на число даже. Я иногда так глазком раз смотрю. Ага, свеженький лайсенс, не просроченный. Иначе, думаю, все хорошо. Понимаете, вот этот лайсенс самое главное получить. Ну, получите вы лайсенс. Конечно, вы получите его. Ну, а потом найти надо место работы. В салоне очень часто вам скажут, берите массажный столик, в рент. Ну, естественно, ищите себе желающих и за рент платите там деньги хозяину этой вот спа-салона, например. А прибыль себе берете. Есть такие варианты. В физиотерапии, может быть, вы на окладе будете. Но, опять же, вам надо найти этот офис. Поэтому, а уж домой, если людей домой, вот так вот, как клиентуру какую-то набирать, это, может быть, оно может развиться, такой бизнес, но это медленно-медленно домой люди ходить не любят, чтобы вот домой прийти к кому-то, и там тебе сделали массаж, потому что нет никаких гарантий, что этот массаж тебе не навредит. Вы понимаете, люди боятся идти даже по дешевке. А лучше пойдут они в какой-то массажный салон, где, если что-то случится, можно какие-то предъявить требования или там недовольство выразить, и, понимаете, более безопасный вариант, так скажем. Вот. Поэтому можно, конечно, но это такая работа, ну, как повезёт. Как повезёт. Она какая-то такая вот, если ты вот устроишься в хорошем месте, хорошая клиентура, да, тебе повезло. Если ты не нашёл клиентуру, то эта работа, она такая вот шатковалкая, понимаете. Поэтому вот такие пироги. Я знаю даже с эти, ну, хорошо, что физиотерапия всё-таки на окладах, но я знаю даже такие салоны физиотерапии, отказалась бы от доктора, там тоже нагрузка не ахти какая, массажисты иногда дурака валяют. Но у них оклад хоть идёт, понимаете. Вот. А тут вот зельная такая работа зависит от клиентов. Ну, опять же, надо пробовать. Может повезёт, может как. Вот. Так что вот такие пироги с массажами. Пока заканчиваю. Хороших вам выходных дней. Желаю, желаю, желаю. И вам, и себе. Субтитры сделал DimaTorzok